Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». Весна в самом разгаре, и впереди у нас яркие солнечные дни. И, конечно, мы, как всегда, хотим поговорить о тех темах, которые интересны для вас, дорогие друзья. Ну что, как обычно, с вами мы, Дарья Анкехова, Дарья Лаврова и Василина, наша любимая Николаева. Ну что, девочки, вот сегодня у нас тема такова. Подростковый период. Все плюсы, минусы, сложности и прелести этого возраста. Вот вопрос, конечно, к Даше. Человек у нас опытный. Она уже пережила тот самый подростковый период своего ребенка. Каков он был для тебя? Тяжелым был. Тяжелым был все-таки? То есть переходный возраст показал себе? Он все равно отразился в моей жизни, и слава богу, что я это пережила. И сейчас, конечно, чуть-чуть даже задумываюсь над тем, а как же будет с моими девочками? Девочками. Поэтому все интересно. Василин, что для тебя значит подростковый возраст? Для меня, в первую очередь, подростковый возраст – это когда у ребенка, у такого пока еще маленького, но вроде бы уже в подростковом периоде, стоит большая задача. Это выбор своей будущей профессии, это не ошибиться в выборе даже предметов для экзаменов, которые сдают уже сейчас, весной. Поэтому для меня подростковый период – это даже не сколько про, как сказать, про… Духовную часть. То есть не про даже физиологическое взросление ребенка, да, но так и ментальное, духовное и умственное, скажем так. Правильно, потому что этот человек у нас профориентолог, и, конечно, у нее, вот по ней можно точно сказать, что подростковый период – это прям надо грызть гранит науки. У Даши страдания материнские, а у меня так нейтральная позиция, но в любом случае сегодня именно эту тему мы решили обсудить на нашем эфире. И мы начинаем. Ну и, конечно, сейчас очень актуально разговаривать на любые тревожные темы для, будь то матери или отца, с психологами. Именно поэтому сегодня в студию мы пригласили психолога Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Республики Саха-Якутия Саину Матвееву. Саина, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, все-таки давайте мы поговорим, да, с точки зрения психологии о том самом подростковом возрасте. Как вы считаете, нужно ли родителям дожидаться вот именно этого возраста, да, чтобы столкнуться с какими-то хлопотами или заботами? Или можно заранее уже начинать работу со своим ребенком? С какого возраста? Конечно, заранее, так как ребенок, он как губка все воспринимает, все принимает. Если вы начинаете работать, разговаривать с ним с малого возраста, ну, прям с рождения, да, если все условия созданы для него, да, с утробы даже, да, тогда вот подростковый возраст, он пройдет, вот, скажем, более или менее мягко, да, но при этом вот этот подростковый возраст не обязательно воспринимать как какой-то прям очень сложный, да. Да, это кризисный возраст, но он как переход на другую стадию, то есть на другой уровень. То есть если человек будет воспринимать это не как кризисное, как что-то плохое, что-то вот прям нас ожидает, да, а более это как переход на другую стадию, на другой уровень, то, соответственно, и для ребенка, и для мамы, родителей, папы. Ну, вот как Даша, да, сказала, что она прям боится этого возраста, потому что уже опыт был, да? Нет, сейчас не боюсь, я просто уже осознанно подойду к этому, и, конечно, есть какие-то волнения, но не так, чтобы я боюсь. Да, главное то, чтобы вот родители и ребенок, они доверяли друг другу, чтобы было доверие, чтобы были созданы те условия, в котором комфортно ребенку. Вот, Сын, тогда возникает вопрос, вот как перейти на новый этот этап самый, то есть ты должна посадить ребенка и сказать, так, дорогой мой, подростковый период уже рядом, давай-ка мы с тобой запланируем наши разговоры, о чем мы будем говорить, или как это должно быть? Вот грамотно родителю как подойти к тому, что ребенок переходит на другую ступень уже? Ага, в этом ребенок очень хорошо будет вам говорить, как телесно, как словесно, да, то есть он будет спрашивать какие-то определенные вопросы, какие-то сложные темы, да, в этом случае, например, если родитель не готов, то тут уже получается, необходимо подготовиться родителю, да, телесно, то есть физиологически он будет расти, да, изменяться, да, и это тоже необходимо рассказать, до вот определенного возрастного, да, вот подросткового возраста, то есть ребенок должен быть осведомлен, какие изменения ждут физиологически, психологически, эмоционально, да, если он будет к этому готов, то он будет воспринимать это как переход, да, то есть... Да, обязательно. Если, например, ребенок не хочет разговаривать, то нельзя прям нагнетать и говорить, все, сейчас же рассказывай, да, вот нельзя вот этого делать, да, потому что у каждого человека, как и у нас, у вас, да, есть свое личное пространство, у ребенка тоже есть, да, и это надо учитывать и, скажем, необходимо, ну как, поддерживать, да, его личное пространство. И при этом надо сказать о том, что если ты хочешь поговорить, я рядом, да, вот можно сказать, в другой комнате я нахожусь, приходи, да, то есть если он будет готов, он обязательно придет, да. Если вы будете настаивать, то наоборот, агрессия на агрессию будет сопровождение такое сильное, да, наоборот, он не захочет вам сказать и рассказать, и будет некомфортно, неловко, неудобно. И при этом ваш пример обязателен, да, ваш пример обязательно, если вы, например, говорите, алкоголь, сигарета, это плохое, но при этом вы сами, скажем, тогда ребенок уже видит, смотрит и ничего плохого в этом, возможно, не увидит, да. Или, например, какие-то темы, да, быть примером, если на какие-то темы, например, скажете, нет, ты еще маленький, когда вырастешь, узнаешь, да, вдруг завтра он уже вырастет, да, и уже не успеете вы ему об этом сказать, да. Поэтому если 3-4 года, когда ребенок начинает почемучить, да, вот почемучка, почему это, это, да, тогда можно рассказать об отношениях, о любви, о каких-то вот, но очень завуалированно и очень так легко, спокойно, да, вот. А с 6 до 10 лет вам просто не отвертеться от того, что вот ты пришел в любви, да, там надо уже рассказать более подробно, но при этом... Что такое любовь, да? Ага, что такое любовь, да, и более подробно, ну, что это такое, да. А в подростковом периоде уже надо рассказать, что может происходить от этой любви, да? Да, до подросткового, да, это после 11, ну, 10 лет, да, вот уже можно начать рассказывать о каких последствиях, они не знают, да, ага. Поэтому ребенок должен быть осведомлен, потому что сейчас век информации очень много, и ребенок может узнать не ту информацию, которая необходима, да. Сейна, вот у меня к вам вопрос. Допустим, сейчас, как раз с весной, да, все мы знаем, что все равно бывает нехватка витаминов, переменчивое настроение, при этом еще сопровождается все нагрузкой, нагрузкой колоссальной, у кого кружки, у кого спортивные секции, еще и подготовка к экзаменам. И вот как помочь ребенку, например, мне, как репетитору, да, избавиться от страха от того, что его ждет ЕГЭ, его ждет поступление в университет, и вот как со страхами работать? А тут я немножко копну глубже, да. Успешный человек, это не человек, который, не ребенок, который получает пятерки и заканчивает вуз красным дипломом, да. Успешный человек, это целостный человек, где он гармонично существует. Вот знаете, поправочку сделаю, дети боятся даже не то, что они получат не пятерку, а четверку, они боятся провалить. То есть даже вот есть ребята, которые хорошо учатся, но они очень боятся провалить, потому что со всех сторон идет колоссальная вот эта вот... Да, о том, что вот ты из Даш, вот это вот все опасно, все еще хотят поступить на бюджетную форму обучения, и это все тоже вот страхами сопровождается. А тут получается работа родителя, не только репетитора, да, который прям дает знания, да, он приходит домой, а там его никто не поддерживает. Опять же нагнетают, вот ты не получишь, ты не поступишь, да, в этом... Ну, это родители, с родителями необходимо, с родителями необходимо работать в том, что он, ребенок очень много знает, он уверен в себе, он должен быть уверен в себе. Если родитель придет и дает, скажем, подзатыльник, да, и скажет, ты дурак, он ничего, скажем, по математике не решит, да. Тут дело в том, что вот именно должно быть всесторонняя поддержка всех тех людей, которые вот работают и поддерживают, ну, и живут с ним. Ага, ага. Ну, можно подружиться с друзьями своего ребенка. Туда влиться, в их коллектив, да? Да, да, почему бы и нет. То есть пригласить к себе домой на чай, на пироги, да, то есть на игру какую-то настольную, да, вместе, да. То есть необходимо создать те условия для ребенка, вот то, чтобы комфортно, да. То есть пригласили один раз, ну, месяц один раз, да, с друзьями, уже знакомы, с кем гуляет ваш ребенок, с кем общается, на какие темы они общаются. И родители, и дети тоже будут знать о своих родителях. Ой, у меня уже, получается, с первого класса такая вечеринка началась. У меня каждый, в течение недели очень много друзей уходят. Здорово. Потому что в подростковом уже, когда взрослые, они же не пригласят никого домой. Ну, поэтому, наверное, надо начинать уже. Да, с детства, да, тогда и получается доверительные отношения только ребенка к вам, да, но и его друзей к вам, да, то есть... Все же говорят, я мама такая классная, да, мама классная у тебя, вот, типа, то есть надо быть все равно в кругу у ребенка, да? Да, конечно, в кругу. А если ребенок все-таки закрывается, вот, в комнате не хочет разговаривать, что зачастую бывает, да, в подростковом периоде говорят, ну, вот, не хочу, и все, не хочу, не лезь ко мне, и все. Ага, это временное. Это временное. Это временное. Спасибо большое, Саина, что поделились с нами. Мы с вами не прощаемся, дорогие телезрители, потому что в конце нашей программы сегодня Саина нам покажет на примере мамы и сына основные ошибки, с какими сталкиваются родители в подростковом периоде и как от них избавиться. Но это будет в конце нашего эфира, поэтому оставайтесь с нами. Ну, а сейчас внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. У меня трое детей и Стас, мой самый старший сын. Здравствуйте, меня зовут Стас, как моя мама уже сказала. Я учусь в своем классе, мне 14 лет, и в этом году исполняется 15. Вы отвечаете на вопросы, которые придумали мы. Если мама не отвечает на вопрос, то она дает 250 рублей карманных денег. Если ребенок не отвечает, то забирает 250 рублей. Ну что ж, поехали. Ты будешь недолжен. В смысле? Цовьефа, цовьефа. Нет. Есть ли у тебя на меня обида, которую ты еще не простил? О, Господи, похоже. Ну, обычно, когда я обижаюсь на тебя, это длится недолго, потому что обычно это типа обоснованно. И я сам накосячил, поэтому это заслужено. Так что нет. То есть я всегда обосновываю, почему ты... Нет, не всегда обосновываешь. Я сам себе потом обосновываю. Вот такой замечательный сюжет и неспроста, потому что именно этот ролик набрал очень много просмотров. Как могут родители так откровенно говорить со своими детьми? Мы пригласили этих героев, они появятся в нашей студии чуть позже. Ну а сейчас хотелось бы поговорить с ребятами, которые создали тот самый ролик. Это Айсен Калининский и Максим Юцифа. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот они, те самые мальчики, которые пережили этот подростковый период, да? Ну уже далековато, да, от него? Давно. Или вы все-таки давно пережили? Ну что, ребят, как пришла идея создать ролик именно на такую тематику? Где-то подглядели, где-то подсмотрели? Или отношения родителей и подросток вас интересуют давно? Ну это вообще популярный формат, на самом деле, когда между собой разговаривает, допустим, муж-жена, отец-сын. Ну и вот мы решили, что было бы интересно маму и ее сыну. Ну вообще мы хотели и дочь сначала, и мы записали сначала мама и дочь. Он выйдет следующим выпуском. Просто у нас не записался звук, и мы такие, ладно, тогда мы записываем маму-сына, а потом вас в другой раз. Отлично. Ну хорошо, а как искали героев? То есть уже нужно найти таких, кто готов на такие откровения? Ну мы долго искали вообще. И совсем по всем каналам своим искали, и я случайно наткнулся на Настю и предложил ей, и она вообще легко согласилась. В общем, максимально легко, и мы на следующий день буквально сняли это все. Но там в большинстве своем это все знакомые Айсен. Это все одноклассники, одноклассницы, и поэтому... То есть чтобы попасть на видео, нужно познакомиться с Айсенами? Да, да, да. Ну у нас тоже с Айсеном. После мира мы подойдем к тебе, да, Даша? Короче, это кладезь, кладезь знаком с Айсен, да? Максим так сдал своего друга, у него много знакомых, да? Нет, ну у него просто открытые одноклассники, которые готовы идти вот... У тебя все закрыты. У меня молодые слишком все. Не доросли еще. Ребята, а у вас как проходил ваш подростковый период? Вы бы смогли вот так же, как ваш герой, разговаривать с маминой такие же вопросы? Ну, у меня вообще не было контакта с родителями. Не было, абсолютно. Ну, то есть я не разговаривал. В смысле вообще не было? Да, да, да. Ну, как бы на откровенные темы тем более. Вообще не было, да? Нет, я с мамой всегда разговаривал. То есть мы откровенно обо всем, обо всем, обо всем, что... Но он чуть помоложе меня, поэтому... Прям другое поколение, да, скажи? А я ребенок, который родился во времена СССР и больше такая... Боже мой, когда ты родился? В 89-е годы. В 89-е годы. Столько тем с утра. Ой, так он же мой одногодка. Я бы не додумалась сказать, я родилась во времена СССР. Мне кажется, это как-то так вообще давным-давно. Ну, там же общение такое было, такое более консервативное. А Максим тогда во времена кого родился? Во времена... Нет, кто был тогда? Нет, а кто? Ельцин, 95-й год. Если мы эпохами, то... Молодцы, отлично. Ну, ребят, вот вы говорите, что... А помните, что у вас были проблемы в подростковом периоде? Вот конфликты, может быть, в школе, может, с одноклассниками, может, это... Вот что вы делали в это время, помните себя? Как переживали вообще? А раньше какая-то была проблема, да, вот с этим. Я вот... То есть сейчас об этом просто говорят, типа, у меня проблемы с одноклассниками, там что-то еще. Раньше это все лишалось в школе. Ну, то есть ты со школой... Ну, максимально легко же это все было. Как-то воспринималось, да, все проще. Сейчас уже как-то намного щепетильнее относятся. Так по-взрослому отвечает, да? Сейчас терминология появилась просто там. Есть буллинг, например, в школе. Такого не было. Буллинг обычно. Это просто называлось дракой, ну, или как-то там, ну, травля там что-то. Унижение, да. Короче, ваше время все было проще, да, скажите? Ну, как будто проще было. Ну, относились... Может, люди проще были относились. Нет, относились, может быть, проще. Люди были те же самые, но относились проще. Ну, проблемы как будто одинаковые. То есть они когда разговаривают, мама и сына, они же друг друга понимают. Ну, то есть она понимает его проблемы. То есть, значит, проблемы были одинаковые. Просто, может, они по-разному оцениваются сейчас. Ребят, ну, а все-таки вот сегодня, да, вы такие креативные, да, нашли друг друга, творите, созидаете вместе, да? Вот почему вдруг вы решили окунуться вот в тему вот этих роликов, соцсетей и так далее? Ну, Максим вообще работал преподавателем же, да, в подростковом центре? Да, я работал в детском подростковом центре с детьми. Видео получили, да? Ну, мы вообще раньше занимались, это насчет контента же спрашивают. Мы раньше, я снимал видео раньше, а я сэну всегда было интересное видео, и как-то мы такие, надо запускать YouTube-канал. Собственно. Сделать, да. Вот. А можно вопрос? Вот я, например, мама двух мальчиков. И для меня, конечно, это прямо, ну, их будущее, вот примерно возраста подросткового, для меня кажется, как, ну, не знаю, туманное, страшное какое-то место вот такое, да? Вот к чему мне быть готовой? Как себя вести и вообще какую позицию? Какой должна быть мамочка, да? Да, какая должна быть мама? С точки зрения вот молодежи, посмотрим-ка. Ну, во-первых, вы должны быть другом для своего ребенка и расположить его максимально ближе к себе, чтобы не потерять в будущем ментальную связь. Ну, не надо бояться за детей, ну, то есть они, то есть помогать просто им нужно. Ой, мне прям страшно. Я не представляю, что он будет драться, что у него будет буллинг вот этот, вот мне прямо страшно. Нет, на самом деле, это же просто период, период, который они должны пройти обязательно, то есть если нельзя от всего огородить, типа он пройдет, так невозможно. А вот вы все-таки, глядя на своих родителей и сейчас, да, вы же будущие родители или уже, надеюсь, нет? Нет, будущее или уже. Надеюсь, нет. Ладно, скажем, мы будущие родители. Вот скажите, ребят, все-таки вы считаете, что родители должны быть, ну, один вариант, это родитель-тиран, который все контролирует, да, потом родитель-друг, который вот на одной волне, даже можно и в клуб сходить вместе, либо родитель может быть еще, знаете, наставником, вот, да, вот, то есть постоянные какие-то вот наставления, 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 да? Все время учит, да? Мне кажется, родитель это микс должен быть, вот из всего того, что вот сейчас вы сказали, он должен немножко, чуть-чуть тиран быть, потому что, ну, нельзя все время говорить. Да, да, да. Он должен и компромисс находить, ну, и можно с ним затусить, грубо говоря. В общем, можно использовать кнут и пряник, да, где-то поругать, где-то похвалить, но это все должно быть. Сын как считает? Абсолютно верно, он сказал. А ваши родители миксы? Не совсем. Привет, родители мои, не совсем, говорит. А у Максима? У меня мама вообще просто, она вот, вот она сочетает, вот это ее, я ее описал сейчас. А у нее все в кучу. В меру тиран, в меру компромисс. Так приятно, Максим говорит про маму, но показывает на меня. Ну что, ребята, спасибо большое вам, что посетили город женщин, ну море позитива, с утра прям нашим телезрителям творите, созидайте, и главное, вот обсуждайте те темы, которые могли быть интересны и взрослому поколению, и молодежи. Молодцы дальнейшего развития вашему творческому объединению. Давайте название-то скажите. Бай Балалай, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Вот так вот, бай Балалай, поехали дальше. Спасибо. Ну и как я уже говорила до этого, мы все-таки нашли этих героев и пригласили их в студию того самого ролика. Анастасия и Станислав Ефимовы, добро пожаловать. Здравствуйте. Вот они, мама и сын. Те самые люди, которые приняли вызов от творческого объединения и решили поучаствовать в вот таком эксперименте. Ну отсюда вопрос, конечно, вот первый вопрос будет к мамочке. Нашли вас ребята, видимо, в социальных сетях, и сказали, а давайте коснем такое откровенное интервью с вашим сыном. Сразу согласились или подумали? Нет, они не говорили, что оно будет настолько откровенно. Это был сюрприз. Она у меня спрашивала. Просто сказали, что будут довольно откровенные темы, не хочешь ли поучаствовать. Как сказала Айсен, мы были не первые, да, я пыталась у той одноклассницы поспрашивать, что да как, а та тоже как шпион, ничего не говорила конкретного. То есть вопросы были для вас в тайне? Да, не знали какие-то вопросы. Хорошо, а... Чисто перед камерой. Ну я спросила потом у Стаса, давай, хочешь поучаствовать? А почему бы и нет? А Стас, ты не боялся, что какие-нибудь вопросы будут такие, что придется как-то юлить или немножечко приукрашивать, может? Нет, я в принципе все сказал как есть, но я ей доверяю, как бы она мне помогает по жизни, поэтому я не стесняюсь особо ничего такого скрывать. Нет, то есть сразу знал, что таить нечего, да? Да. Отлично. Ну вот тогда вопрос к Анастасии. Вы многодетная мама, да? Да. И Стас у вас первый ребенок взрослый, да? Вот расскажите все-таки, как вы относились к воспитанию Стаса и как относитесь к воспитанию младших детей? Одинакова ли ваша позиция или все-таки уже изменилась? Нет, конечно, немножко поменялось. Ну, это всегда так. К каждому ребенку относишься все равно по-другому, чем передыдущим, да, так сказать. Тем более он у нас мальчик, а второй и третий ребенок это девочки. Поэтому уже изначально это совсем разное. Конечно. Это совсем разное воспитание, подход к воспитанию. Первому ребенку он как эксперимент. Все на нем пробуешь, потом ага, делаешь выводы, значит, в следующий раз нужно там уже по-другому как-то поступить или что-то так. Ну и все равно, как к мальчику, к нему требования гораздо больше и не совсем совершенно другие, чем к девочкам. Конечно, да, согласна. Вот вопрос к Стасу. Стас, вот мы сегодня говорили уже с ребятами, да, какие у них родители? Тиран, наставник или же друг? Вот для тебя мама, она кто? Ну, она не особо контролирует. Ну, нет, то, что надо контролировать, она контролирует. То, что контролировать, на мой взгляд, не стоит, она оставляет на меня. И я за это ей благодарен, поэтому я могу сказать, что она, ну, что-то среднее. Тот самый микс, да? Тот самый микс. А скажи, а бывает она тираном? Бывают такие моменты, когда прям хочешь убежать из дома и мама, мне надоело? Бывают такие моменты? Бывает. Бывает. В частности, из-за учебы. Из-за учебы. А вот тут мне как раз таки интересно, а ленится ли, Стас, при выполнении домашних заданий? Конечно. Покажите мне ребенка, который не ленится делать эти задания. А вот какие-то, может быть, увлечения, хобби? Ой, у нас очень много увлечений, хобби. Он пробует себя во многих... Да. Везде и всюду. Мы не препятствуем, потому что он должен все равно найти себя, что его, да? Ничего себе, да? Да. Допустим, он и на гитаре играет, и в компьютерах шарит, где только он не участвовал. Везде, где можно, везде принимает участие. А это все с вашей подачи или он сам по себе такой прям? Изначально с ее подачи. Да, потому что вот куда говорили, а не хотите, туда попробовать не хотите. Да, конечно. Вперед из песни, да. А сейчас уже даем право выбора ему, чтобы он уже сам выбирал и куда ему хочется. А столкнулись ли вы уже с переходным возрастом своего сына? Ну, наверное, да. Когда вы это поняли? Когда он перестал смотреть на меня таким взглядом и слушать все, что ему говорят. У него появилось свое мнение, причем он стал уже отстаивать это мнение. Иногда получается... Во сколько лет началось? Во сколько лет началось? Качаем право. Во сколько началось? Во каком возрасте это началось? Это с класса шестого, да, где-то так. Где-то так, мне кажется. А вот все-таки вот мы смотрели ваше видео, вы говорите на разные темы, да, там и личная жизнь, даже такие глобальные темы, как, допустим, там даже и очень грустные темы есть, да, и даже про вашу молодость, даже ваши секреты женские он это узнает, да. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас табу, вот тема еще, на которой вы вообще еще ни разу не разговаривали, но хотели бы. У меня нет. равновесие все равно, да, какое-то держать и быть все равно тоже другом ребенку, наставником ребенку, нельзя его так ограничивать прям, ты не должен это делать или вот ты должен это делать, наоборот, да. Нужно больше, как бы сказать, дать пространство ребенку. С свободой. Да. Да? Как улыбается. И Стас улыбается, да? Ладно, я не буду, пожалуй, не буду комментировать. Я промолчу, да? Вот, а с твоей стороны это вот тоже такой ход есть. Своё мнение есть у него, он просто сказал, я не буду комментировать, мама. Да и сейчас после ухода на рекламную паузу, наверное, пойдет и выскажет все, что он думает, да? Стас, ну вообще, все-таки, а вот ближе ты с кем в плане общения, вот именно в своем таком возрасте сейчас с переходным, да, ты вот делишься больше с мамой или с папой? Я с папой вообще не разговариваю, на самом деле. Ну, чисто на бытовую тему мы с ним говорим, типа, там, носки постирай, кровать убери, помойся. То есть бытовуха это папа, а с мамой душевные темы. Ну, да. Ну, это замечательно, это своеобразный такой формат отношений, но как мы видим, это дает плоды, потому что мальчик у вас замечательный, умный, рассудительный, где-то сдержанный, да, при этом с замечательным чувством юмора. И мне кажется, это и есть именно ваш такой, знаете, общий труд папы, мамы и сына. Мы с вами не прощаемся, вернемся сразу после, ну, небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Все о подростках знает больше всего наша любимая Василина. С точки зрения учебы, образования, она здесь просто ас. Передаем ей слово. Итак, дорогие телезрители, сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, кому и когда нужен репетитор, услуги репетитора. Давайте же сейчас вот на одной вот такой координатной прямой я покажу вам, как в одном классе сосредоточены дети. Отметим вот так вот две точки. И посмотрим. Дарья, Дарья Анкехова, скажи, пожалуйста, к какой группе детей ты относилась в классе? Ты была тем, кто всегда получала пятерки, четверки, или тем, кто наоборот, там, двойки, тройки, или посеред. Нет, я всегда, кстати, училась на хорошей оценке, и ЕГЭ у меня без репетитора были сданы. У тебя было без репетитора. Без репетитора. Отлично. Как говорили ребята, в наше время репетиторство не было настолько популярно, и как-то мы считали, что это пустая трата денег. Своими силами зубрили, 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 и сдала я ЕГЭ хорошо. То есть училась я хорошо. И вот сейчас давайте посмотрим нынешнюю ситуацию, да? Сейчас у нас обычно бывает так, что в классе сидит от 30 детей. Минимум 25, и выше, там, до 40 даже иногда доходит в некоторых школах. И что же мы видим? Есть вот те две точки, которые я отметила. И как вы думаете, что это такое? Скорее всего... Успеваемость, наверное, деликат. Да, успеваемость. То есть вот здесь вот самая критическая зона. Критическая? Да. То есть это дети, которые не успевают за основным составом класса. То есть это дети, которые отстают, дети, которые не до конца понимают материал, да? То есть это отстающие дети. Отстающие дети по школьной программе. Есть также дети, которые находятся прямо впереди планеты всей. Отличники. Это дети, которые, да, отличники, которые легко воспринимают любой материал. Впереди всех. Да, это у нас, напишем, четыре-пять. То есть хорошисты, твердые и отличники. И есть дети, которые находятся посерединке, да? То есть это дети, которые, как сказать, у них нету перепадов. То есть они не сильно отличники, они не сильно двоечники, троечники. Они стабильно хороший результат показывают, да? И вот как думаете, к какому из этих вот критериев, да, какой из этих областей требует прям помощи репетитора? Как ты думаешь, Доброла? Ну, отстающие. Отстающие? А мне кажется, серединка. Потому что они ни туда, ни сюда. Им нужно уже определиться. Либо они должны быть вообще там и забыть о репетиторстве. Либо с помощью репетитора они могут быть крутыми. Так, смотрим. То, что вот сказала Даша Анкехова, да? Смотри, Даша. Те дети, которые находятся здесь посерединке, они так и так являются самостоятельными детьми, поэтому они находятся в стабильно хорошем результате. Да, поэтому они вот как и ты могут и даже без репетитора успешно сдать все экзамены на стабильно хорошую оценку. А вот что касается детей, которые отстают, да, они всегда будут, как сказать, накапливать свои пробелы. То есть как у нас идет подготовка к экзаменам. И зачастую бывает так, что и родители, и ребенок, ну, грубо говоря, просыпаются в девятом классе, например, да. Вот девятый класс им сдавать ОГЭ. Глазки хлопают, они не знают, как сдавать. И при этом мы смотрим, вот ко мне ребенок приходит, делаем тестирование, и мы смотрим, что у него пробелы начинаются с шестого класса, с седьмого класса, да. То есть они всегда были где-то вот в этой области, и годами их пробелы накапливались. Вот, поэтому этой зоне обязательно нужна помощь репетитора. Ну и не забываем про детей, которые находятся впереди. Почему? Потому что из-за того, что учитель не может, как сказать, поддерживать постоянный их потенциал, вот этот, да, опережающий, он больше работает вот с этими детьми. Ага. Да, поэтому этим детям почему нужна помощь репетитора? Для того, чтобы они вот к этой своей высшей оценке шли уверенно. То есть у них уже будет не вот как у этих детей твердая четверка, и им как бы этого достаточно. А эти, они будут как бы рисковать 5-4. Ну и, конечно же, мы не забываем про детей, которые находятся вот в этой зоне, да, потому что именно находясь в этой зоне, у них, как сказать, развивается целеустремленность. То есть они видят вот эту категорию, да, и все время стремятся к ним. И даже по жизни у них вот этот вот характер, да. Я тоже средничок. То есть ты средничком была в своем время? Конечно. Сегодня прям это, цитата эфира наша. У меня репетиторов тоже не было. А в наше время? Репетиторов тоже не было, и ЭГЭ мы не сдавали. А, ЭГЭ ты не сдавала-то вообще? Я, как и все, готовилась по билетам и отвечала. По шпаргационной форме. Устной форме всегда отвечала. Представляешь, сколько работаешь? Для начала родителям нужно понять, да, в какой вот из этих, да, Да, нужно с ребенком поговорить, потому что помощь нужна ребенку не в тот самый класс, когда он задает экзамены. Вот он поступил в девятый класс, да, и зачастую бывает иногда даже немножко поздно, ну, конечно, в зависимости от того, где находится, да, ребенок. И иногда бывает поздно подготовиться. Поздно почему? Потому что если ребенок и родители ожидают от него пятерки, например, а он пришел вот примерно вот в этом уровне, да, то иногда, ну, если ребенок, как сказать, прилагает максимум усилий, хороший репетитор, хорошая школа, все это совместить, то, ну, как минимум 4 месяца это уже для твердого такого уровня пятерки. А тогда давай запишем все-таки ребятам, которые отстают, за какое время нужно обращаться к услугам репетитора? Вот если сейчас нас смотрят родители детей, которым ОГЭ сдавать в следующем году, через два года, сейчас самое время, даже если вам кажется, что ваш ребенок учится на 4,5, мы не знаем, каким образом эта оценка была получена. Запиши тогда ОГЭ за, вот, ОГЭ и по ЕГЭ. Ну, это одно и то же. ОГЭ и ЕГЭ. А, да? Ну, в смысле, по подготовленной. Ну, конечно, ЕГЭ гораздо серьезнее, да, там побольше материала. Тогда год-два, да? Идеально там за один-два года. Это прям идеально. Чтобы наверстать все пробелы. Для всех фаз вот этих, да? Да, для всех. Почему? Потому что сейчас с каждым годом идет усложнение заданий, с каждым годом растут проходные баллы в ВУЗы. И, к сожалению, только конкурентоспособные могут взять на себя все бюджеты. Ну, и услуги репетитора тоже не дешевые. А, знаешь, я поняла. Значит, нужно копить на услуги репетитора уже с первого класса. Обращаться к репетитору в седьмом-шестом классе. И вот, смотрите, очень часто я получаю у себя в социальных сетях вопросы о том, что почему сейчас прямо вот, не знаю, как культа репетиторского, да? Потому что везде даже вот мы с мамочками сидим, и кто-нибудь доводит своего ребенка к репетитору. Там, по математике, по физике. Иногда бывает так, что у одного ребенка 4 репетитора разных. Да, да. Сейчас же это так популярно, да? Я готова ответить на этот вопрос вот таким образом. Потому что сейчас стала такая эпоха активного материнства, да? То есть мамы всегда заняты. Мамы всегда не только на работе, но и на дополнительных каких-то работах и так далее. А дети, они очень загружены дополнительными секциями, кружками. Поэтому для учебы, конечно же, нужна посторонняя тоже, а со стороны помощь тоже. Ну и сейчас очень много появилось репетиторских центров, потому что в наше время, да, у нас было как, помнишь, мы на... ну, не помнишь, помнишь, хотела сказать. Мы ходили на дом к преподавателям. Кстати, девочки, лучше ходить, лучше ходить в центры. Почему? Потому что... А не на квартиры. Да, потому что вы не знаете, во-первых, что вас там ожидает. Ну, конечно. Если вот ты пришел, допустим, ребенок, да, в квартиру к репетитору, то вдруг у него там маленькие дети, которые будут отвлекать его. Ну, неудобства, да? Да, неудобства какие-то. А еще частное репетиторство на дому, оно как бы не дает гарантии. А вот когда ребенок ходит в проверенный уже годами, да, центр уже такой специализированный, где все удобства для ребенка, то, конечно же, это все, ну, как сказать, приносит свои плоды. Василин, а у меня вот такой вопрос возникает сейчас. Вот раз мы заговорили за репетиторский центр, все-таки на сегодняшний день репетиторство – это индивидуальная работа? Или у тебя проводятся такие, знаешь, коллективные? Тут тоже, смотрите, у нас, допустим, в нашем центре интегра проводятся и индивидуальные, и групповые занятия. Но лично я предпочитаю работать индивидуально, потому что ко мне в основном ходят дети, которые поступают в УЗ, это ЕГЭ, да, и ОГЭ. И я предпочитаю индивидуально, почему? Потому что только в индивидуальной работе можно понять характер ребенка, его особенности индивидуальные, да. И иногда даже бывает так, что приходит ребенок, который, ну, одинаково, в одинаковое время приходят два ребенка, один из которых по уровню знаний где-то вот тут, а второй вот здесь. Вот сейчас у меня такая картина на работе, да, старшеклассники мои, да, ходят ко мне. И вот, знаете, иногда бывает так, что этот ребенок стоит на одном месте, на одном уровне, а этот ребенок его стремительно обгоняет. Да, почему? Потому что я вижу, что я у него вижу, какие у него есть потенциалы, какие у него есть, наоборот, зажимы. И я эти зажимы стараюсь из него вот так вот убирать. А, раскрываешь. Да, раскрываю, и он потом уже вот так вот, ну, по ступенечке беду. Василина, а на твоей практике, да, коли уж ты работаешь больше с ребятами, которые готовятся к ОГЭ и к ЕГЭ, самый вот такой маленький ребенок, который пришел и задумался уже об ОГЭ, у вас в каком возрасте? Ой, я сейчас отвечу. Это был мальчик, который учился в четвертом классе. В четвертом классе? Да, и знаете, там даже не только ОГЭ и ЕГЭ, мы с ним даже писали бизнес-план, девочки. Да. Бизнес-план по собиранию кубика Рубика. С ума сойти. Да, потому что у нас же проводятся и курсы по предпринимательству для детей среднего возраста и старшего. И он как раз таки пришел, и мы с ним прямо ставили, и мы еще с ним делали деловые игры. Он занимал мой кабинет, мое кресло, мой стол. Я заходила как банковский работник с папочкой и говорила, ну что, готова к защите инвест-проекта? И он сидит такой вот так. Четвертый класс? Да, и выступает, и рассказывает все свои плюсы, понимаете? Ой, какие проблемы могут быть в подростковом периоде, если в четвертом классе ребенок уже думает ОГЭ? Бизнес-планы пишут, да? Бизнес-планы пишут, да? Бизнес-планы. Поэтому как раз таки я согласна с нашим сегодняшним психологом, с Аиной, о том, что готовить надо ребенка реально с пеленок. Потому что вот тогда у нас никаких проблем в материнстве не будет. Хорошо, а вот все-таки если мы говорим обратно же про репетиторство, да, маленький-то понятно, да? А вот, допустим, бывает такое, что за два, за три месяца до экзамена возможно подтянуть ребенка? Да, возможно. Такое возможно. Опять же, все индивидуально. За два-три месяца опытный педагог, он поднимет ребенка, поднимет из зоны риска. Если ребенок пришел рискующий, который может сдать либо на два, либо чуть-чуть не дотягивать до тройки, то до два-три месяца это хватает сполна. А если там уже вопрос от 60 баллов до 80 баллов, то там, конечно, уже немножко спорно будет. Василина. И поэтому сейчас, как раз весной, хотелось бы посоветовать родителям уделить огромное внимание на мотивацию ребенка. Мотивировать ребенка тем, что сейчас наступил такой век, что только самостоятельный человек добивается успеха. То есть весь реальный гранит науки, он грызется самостоятельно. Никто на блюдечке вот так вот не поднесет. Ничего не преподнесет. Ой, какая ты умная Василина. Спасибо. Столько, столько, столько нового. Василина, ты по школе тоже была умная? Кстати, ко мне даже обращаются те, кто поступает уже после высшего на второе высшее. Поэтому, девочки, если вдруг захотите поменять свою специализацию, я вас жду. А, на второе высшее. Тоже интересно, да. Так, ну что, это уже будет в следующей рубрике нашей Василины. Напоминаем вам о том, что каждую среду у нас в эфире основатель репетиторского центра Интегра Василина Николаевна дает свои лайфхаки, советы по тому, как правильно работать с детьми, готовить их к экзаменам, куда поступать и так далее. Поэтому каждую среду она с нами. Если вас интересуют какие-то вопросы, можете задавать ей в наших социальных сетях. Ну а сейчас мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Ну что ж, я сегодня подготовила несколько лайфхаков по воспитанию, по общению с маленькими детьми. Когда я родила старшую дочку Викторию, мы пошли в развивающий центр, где была программа именно по Монте-Сори. Что это такое? Что за слово? По программе Марии Монте-Сори. То есть там дети, получается, как маленький городок, мини-игрушки, все это. И родители прям постоянно с детьми ходили. Например, если ребенок хочет отобрать игрушку у ребенка, там прямо говорили «можно, но потом». То есть не было слова «нет», «нельзя», не было таких слов, мы не использовали. То есть ребенку было «можно, но потом». Ребенок поиграет, мы потом заберем. В смысле можно ударить ребенка? А если он дерется? Можно ударить, но потом? Когда были моменты, когда агрессивные детки были, ударяли и так далее. И воспитатель прям подходил и говорил «мне больно». Она показывала чувства свои. И тогда ребенок понимал, что да, действительно, человеку больно, он плачет. И он отставал. А по общению я вот все-таки пришла к тому, что вообще ребенку надо больше давать уверенности, чем какие-то ярлыки навязывать. И именно вот по Монте-Сори тоже несколько вариантов скажу, что мы, например, ребенку не говорим, что ты стеснительная, скучная. Какие-то вот слова вообще не используем. А как ты это контролируешь? У меня нет, у меня вылетает это везде прям. Как бы я ни хотела этого, оно все равно везде. Вот эти ярлыки, это какой-то ужас просто. Ну я стараюсь все-таки позитивные вещи говорить ребенку. То есть это всегда должно быть у меня всегда. Даша, а у тебя бывает такое, что ты сравниваешь, допустим, своего ребенка с каким-то ребенком? Вот нас, допустим, в детстве так делали. Вот у них девочка с утра до вечера там моет полы, готовит еду, а вы до сих пор спите, например. Меня тоже все время сравнивали, поэтому я вообще ни с кем не сравниваю. Я говорю, ты у нас одна такая. Все, больше никаких вариантов даже не сравниваю. Потому что у меня у самой до сих пор откликается, когда мне все время говорят, а вот вы, и начинают там, например, артистов или мам под одну гребенку, я сразу, мне неприятно это слушать. Поэтому я ребенку про эти вещи вообще не говорю. И больше ей внушаю, или как можно сказать, программирую те вещи, которые действительно ей помогают раскрыться. Когда она говорит, мне скучно, говорю, не бывает скучно, давай что-нибудь найдем. Или она начинает мне помогать. И никогда не запрещаю в плане воспитания. Если они хотят помыть посуду, ну как бы мне, ну все равно же мне надо перемывать посуду. Щетчики, вода, щетчики, вода. Вода везде льется, тут что-то роняется, да, или сейчас у них привычка все резать. Мама, ты помидоры хочешь порезать? Давай я. И я вот и младший, и старший даю, младший 2 года, да, старший 5, и они вдвоем начинают. Одной поострее ножик, второй потупее. И вот они так режут мне все. И все-таки надо приобщать, и хочется, чтобы они тоже были для меня подружками. Чтобы они доверяли мне больше, чем кому-либо, да. И я еще нашла момент, что не надо спрашивать в общении о чем-то плохом. То есть мы же всегда после садика, когда забираем, я всегда спрашиваю, как у тебя день прошел? И больше зацикливаюсь на позитивном. Тебя не обидели, да, тебя разбудили, тебя ударили, кто-нибудь тебя обижал. Кто тебя бил там, да. Да, да, да. Не было. Таких вопросов вообще не задаю, и больше спрашиваю, с кем играла, что ели там, что нового узнали. То есть о позитивном. Да, все в позитивном ключе. Все-таки я и сама по жизни стараюсь позитивно мыслить, и это внедряю. Да. И не критикую. Даже если что-то не получается, я не критикую. Потому что... Вообще никогда? Нет. Ой, Лаврова, как хорошо, что ты у нас, Дарья Лаврова, в городе женщин. На тебя прям смотришь, и хочется, знаете, порхать, умиротвориться. Да, да, да. Хорошему учишься нас. Благодарю, благодарю. И, конечно же, я сказала про слова «нет», «нельзя», да. То есть больше «да» разрешать и выходить, находить компромисс, чтобы выйти из любой ситуации в позитивном ключе. Вот так вот. Отлично. Ну что, спасибо, Дашенька, что поделилась. Что-нибудь полезное сказала или нет? Конечно, конечно. Хорошо, что делишься с вами советами своего материнства. Но раз уж ты заговорила про те самые ярлыки, которые иногда родители могут навешать на своего ребенка, а ребенку сложно от них избавиться. Именно поэтому мы сейчас вновь приглашаем нашего психолога, а также наших героев с первого блока. Это у нас Саина Матвеева, психолог, а также Станислав и Анастасия. Ну вот как присаживайтесь, мамочка. А Саина расскажет нам сейчас с точки зрения психологии те самые ярлыки. Что это такое? Я хотела бы рассказать о том, что родители, сами того не понимая, возможно, вот вешают ярлыки. Я, например, немножко покажу. А давай вставай сюда, Станислав. Разрешение я получила, поэтому... Ага, давайте. Перед камерой поворачивайся. Ага. Вот, например, такой ярлык. Ты не сможешь, ты не успеешь, да? Ага. Есть такое то, что... Ну, ты не сможешь, ты... Извини, дурак, да? Вот, ага. Глупый ты, да? Глупый, да. А есть такое то, что он захочет уйти от лёгкой атлетики, перейти на другое занятие, да? Ты опять переходишь, да? Ты нестабильный, да? Ты нестабильный. Раз выбрал, так... Делай. Делай, да? Ага. То есть это мы опять же учим ребёнка тому, чтобы вдруг в будущем опять же терпеть свою нелюбимую работу, да? Потому что вот, ну, скажем, терпи, да? Ага, скажем то, что упадёшь, туда пойдёшь, упадёшь, да? Программируемо в том, что того, чего не было. У тебя не получится, да? Того, чего не было, да? Обожжёшься, да? То есть слова программирования ребёнка на то, что, по идее, действий пока ещё не было, нету, да? А вы давайте мы, Настась, я вот признаюсь, что я делаю не так, да? Я, например, всё время ей говорю, что... Я, кстати, про внешность стала говорить ей. У тебя большие ушки. Я вот так ей говорю. Даша. Что-то вы знаете. Стасик, это я на тебе про свою дочку. Может, каждый попробует что-то, вот за себя что-то такое, что... Какой ярлык, Василина? Я не говорю такие вещи. Признавайся, чарльдай. Например, молодёжь одевает какие-то, ну, рваные джинсы, одежды. Ты что, в таком пойдёшь, что ли, да? Вот, как тебе не стыдно, да? Вот такие вот слова, которые вот ранят ребёнка и вот обвешивают его такими, скажем, ярлыками, да? И вот сейчас посмотрите, да, что сейчас у нас происходит. Каждый родитель вешает вот на ребёнка вот какие-то вот ярлыки и психосоматика. Как ему жить? Ага. Как ему жить? Представьте, тут у нас мало, да? Ага, но представьте, что будет это всё обвешено, да? Как ему будет передвигаться, удобно, неудобно, ходить, жить, ну, вот, да. И тут у нас идёт сфера ответственности. Если будет ответственность, учись обязательно хорошо, учись обязательно лучше. Ты должен, вот, Петя же учится, да, лучше, а ты чем плохо, да? Вот, и, соответственно, вот, зона ответственности. Эмоциональная зона проявления. Где эмоциональная зона? Вот, вот, живот. Живот – это эмоциональная зона. Ага. Болит живот перед экзаменами, перед этим, да, вот, не может проявить, ага, не может проявить какие-то свои эмоции, да, переживания, да? Зона общения, да, вот, руки, да, то есть он закрылся от вас, от друзей, от кого-то, да, то есть, опять же, вот эти зоны ответственности, ноги, да, ага. То есть вот это всё, вот, тело ребёнка, тело человека очень о многом говорит. Часто болит голова, ментальная зона, потому что ты глупый, ты это, ты не сумеешь. Вот это всё постоянно думает ребёнок, да, и соответственно... А как все эти ярлыки, вот, сейчас-то мы можем бумажки вот так вырвать? Ага, давайте, ага, давайте вместе снимем, да, вот, например, не ходи туда, упадёшь, как мы можем это изменить? Осторожно. Будь осторожным. Да, ага. Ты подумал хорошенько, да, перед тем, как изменить, вот, плавание на что-то, да, ага. Ага, ещё что можем? Ну, вот, допустим, по внешности, про ушки. Ага, по внешности, про... Какие у вас, у тебя красивые ушки. А, у тебя они не как у всех, да? Да, они как у всех, это же индивидуально, это же красивое, да, это же красота. У тебя свой стиль, потому что он так одевается, ему так удобно, да, ага. Если, например, в школу так нельзя, давай сделаем так. Ты в школу пойдёшь в брюках, а после школы на занятия одевай вот то, что ты хочешь, да, ага. Ты у меня умный, ты сумеешь, да, давай я тебе немного тогда помогу. Да, давай я тебе немного помогу, да, ага. То есть и так потихоньку мы снимаем вот эти ярлыки, да, и, соответственно, уже ребёнок освобождается от всех этих ярлыков, от ответственности, на которые мы ложим на ребёнка, да. Жить стало намного легче. Легче, да, и, соответственно, ребёнок уже сам понимает и принимает, всю ответственность, на которую вот он идёт, да, но если дополнительно мы будем класть на него всю ответственность, нашу ответственность, да, которую мы хотим от него, чего-то ожидаем, да, то есть это будет не этот мальчик или эта девочка, это будет то, что мы хотим. А он-то он сам, он целостность, он личность, да, и, соответственно, он имеет право что-то говорить, что-то хотеть, что-то желать, и нам необходимо с этим жить. Саина Станислава, присаживайтесь. Слушайте его, слушайте, прислушайте. Слушайте ребёнка, да. Вот тогда вопрос к мамочке. Вот из того, что сегодня вот показал ребёнок, о, ваш ребёнок и психолог, у вас бывали такие моменты, что вы какие-то ярлыки на него вешали? Ну, да. Какие, признавайтесь, раз уж у нас откровенные разговоры сегодня. Ну, эти ярлыки обычно, когда только, ну, когда посторонних нету. Ну, как я, это было в ролике, да? То, что вот я так говорила только для того, чтобы вывести его из зоны комфорта и сподвигнуть, сподвигнуть к каким-то действиям. То есть это у вас было не такое прям, не настоящее чувство, да, что вы так думаете, а просто, чтобы его немножко взбодрить, да? В воспитательных целях. Это не помогает, но. Поэтому Стас этого и не помнит особо, да? Стас, а вот скажи, честно, вот среди твоих друзей, да, вот вы сейчас примерно одного всего возраста, одноклассники, да, там, и вот скажи, бывает такое, что не все такие вот открытые, весёлые, как ты, а вот именно немножечко бывают закрытые, и к тебе обращаются и говорят, вот у меня такая проблема с родителями или нет? Да, есть. Бывают, да? Да, ну, вообще сейчас у многих такая проблема, что с родителями они общаются тяжело и больше общаются со своими свестниками, лучшими друзьями и так далее. Ему сказывают о своих проблемах больше, чем родителям, и как бы подросток помогает подростку, так сказать, и, ну, иногда получается так, что этот человек, которому он обращается за помощью, навязывает ему свою точку зрения, из-за этого он, типа, становится уже не собой, а начинает думать как тот, кто его якобы поддерживает. То есть, и поэтому все под одну, да, к ребёнку, да? То есть, ну, всё-таки лучше идти к родителям, ты считаешь, да, а не к подросткам? Ну, не всегда, не всегда, потому что родители могут быть разные, и если они прям ребёнка, ну, вообще не уважают, то, конечно, лучше к друзьям, потому что они в любом случае будут тебя более поддерживать, что ли? Правильно сказал, это уважение, да, уважение, доверие друг к другу. Вот, Станислав, а будущее твоя профессия? Ты вот такой умный парень, в хорошей семье, кем ты хочешь стать в будущем? Я не знаю. Как-то. У меня, типа, увлечений у меня... Ну, пока время есть еще. Довольно много, ну да, время есть. Я говорю, что у меня увлечений довольно много, и... Душа лежит к чему? Выбрать что-то из них, с чем я буду работать в будущем, я пока не могу. Не может. Ну, мне кажется, с помощью своей замечательной мамы и семьи у тебя всё получится, а самое главное, у тебя есть хороший тыл и опора, и это твои родители. Ну и на этом наш эфир подходит к концу. Берегите своих детей, дорогие друзья. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!